Знакомьтесь, это Android 12, и это самое большое визуальное обновление этой операционки за последнее время. Сейчас я расскажу и покажу вам все главные изменения в Android 12. Поехали! Google представила полностью обновленный Android 12. Это на самом деле самый большой редизайн операционки с 2014 года, с момента появления Material Design. Кстати, новый стиль теперь называется Material U. Имеется в виду то, что Android будет максимально подстраиваться под тебя, под владельца смартфона. Например, Google придумали штуку, которая называется Zemming Engine, или движок темы. Эта функция, по сути, позволяет изменять всю палитру системы на основе установленных обоев. Система автоматически находит в картинке основные комплементарные цвета и делает их цветами системы. Как уже шутят в интернетах, смена обоев никогда так сильно не влияла на нашу с вами жизнь, как сейчас. При этом, конечно, Google оставляет нам возможность все изменять вручную, и на этом спасибо. Вообще, девиз этого обновления — мягкость и плавность. Визуально система стала действительно воздушнее и пушистее, а все элементы стали сильно крупнее. Новый дизайн-код заточен на лучшую визуализацию и наглядность. Первое изменение, которое бросается в глаза — это новый локскрин. На заблокированном экране, если у вас нет уведомлений, вы видите большие, я бы даже сказал, огромные часы. И если у вас настроен Always On, то получается такой плавный переход от часов на локскрин, и выглядит это действительно очень плавно и приятно. А когда у вас есть уведомления, то часы становятся меньше, и вы видите иконки этих самых уведомлений. В общем, все получилось довольно наглядно. Изменения коснулись и клавиатуры для набора пин-кода при входе в систему. Раньше это была небольшая цифровая клавиатура и слегка заблюденный фон, а в Android 12 это большие цифры на сплошном залитом фоне. Стало на самом деле удобнее и, самое главное, нагляднее. Во-вторых, как я уже сказал, все в системе стало крупнее и круглее. В том числе и шторка с переключателями. Они теперь стали сильно больше и помещаются только в два ряда. Сами иконки прямоугольные, тоже с закруглением углов. Как и обычно, вы можете настроить, какие пункты будут в быстром доступе. А цвет иконок подгоняется, как я уже сказал, под обои автоматические, которые вы выставили. Или настраиваются вручную. Правда, сейчас функция автоматической смены цветов в Xeming Engine еще не активна. И цвета иконок меняются только вручную. Вообще, Google анонсировала более глубокую интеграцию системы в приложения. Изменения в цветах будут касаться не только системных приложений, но и, скорее всего, сторонних. Еще в шторке мы можем заметить, как изменился виджет проигрывателя. Он тоже стал крупнее. На нем теперь видно не только название трека и меню управления, но еще и иконку альбома. Ну и уведомления тоже изменились. Баблы с ними стали более округлыми и группируются теперь в стеке по приложениям. Еще можно заметить, что изменились анимации. Теперь все открывается и запускается будто бы немного плавнее и быстрее. А все дело в том, что анимации как будто немного пружинят, создавая эффект плавности и мягкости. Сильно изменилось меню настроек. Все стало, опять же, крупнее. Это вообще главный девиз. Все крупнее и нагляднее. Иконки стали цветными. И вообще, это немного напоминает One UI от Samsung. А если перейти в любой пункт меню, то можно заметить, что шрифты и иконки теперь лучше видно, а все меню плавно растянуто на весь экран. Больше стал и ползунок громкости. Он стал, я бы даже сказал, излишне крупный. Но все это надо понимать пока только в бете. Очевидно, что с релизом Android 12 тот же ползунок громкости изменится сильнее, потому что на промо-видео видно, что он чуть-чуть уже. Есть большие изменения в виджетах. Google вообще постаралась основательно их переосмыслить. Они будут больше напоминать нам то, что теперь есть в iOS. Но в данный момент не все еще доступно и активно в первой бете. Вероятно, к релизу и с появлением Pixel 6 мы как раз увидим новые виджеты, как в роликах Google. Выглядят они проще и при этом крупнее и в едином стиле. Google в очередной раз поработала с безопасностью. И теперь можно не только запрещать каким-то приложениям иметь доступ к камере или к микрофону. Отныне можно следить, какие данные о вас собирались в последнее время и вообще отключить рекламные трекеры, чтобы приложения и сайты не могли собирать о вас информацию. Кроме того, во время использования приложения можно будет перейти в шторку и временно отключить доступ к микрофону или к камере вручную. А чтобы никакие приложения за вами не следили, в шторке теперь будет появляться иконка, которая уведомит вас, если в данный момент активен микрофон или камера. Что-то похожее в прошлом году появилось в iOS. А еще, так же, как и iPhone, Android смартфоны теперь можно будет использовать как цифровой ключ от автомобиля. Работать он будет по NFC и пока только с автомобилями BMW, а доступно это будет временно только для смартфонов Google и Samsung. Пока, как видите, визуальных изменений на первый взгляд немного, но будет их точно больше, это видно даже по промо-ролику Android 12. Все будет выкладываться постепенно и, скорее всего, к октябрю, когда появится Pixel 6, мы увидим полноценно измененный Android 12. Кстати, по поводу обновлений. Они теперь будут приходить небольшими системными апдейтами, а в виде небольших обновлений через магазин приложений Google Play. Как вы уже заметили, сейчас изменений больше под капотом. Вот, например, кнопку включения теперь можно использовать для вызова голосового ассистента. Для этого в настройках можно включить функцию Hold for Assistant, то есть при зажатии кнопки питания будет вызываться не меню выключения, а Google Assistant. Кстати, в смартфонах Samsung, Huawei и некоторых других эта фишка есть уже довольно давно. Делается это просто в настройках в разделе «Система» в пункте «Жесты». Тут же в жестах можно включить другую новую фишку — двойной тап по задней крышке. Это на самом деле уже было в Android 11, но не в таком виде. Теперь вы можете через меню выбрать, какая функция будет вызываться двойным тапом. Какое-то конкретное приложение, скриншот или, например, Google Assistant. Но я знаю по себе лично и по iOS 14, что эту штуку вы выключите раньше, чем к ней привыкнете, потому что слишком уж много ложных срабатываний. Еще одна новая вещь, которую вы тоже найдете тут же в меню «Жесты» — это режим управления одной рукой. Активируйте его, и теперь свайпом от строки поиска вниз интерфейс съезжает, уменьшая рабочую область по вертикали. Удобно, когда нужно что-то быстро достать одной рукой. Тоже, как вы понимаете, функция не новая, а на iOS этот жест появился вообще со времен появления iPhone X. Ну а теперь давайте быстро, как установить Android 12 и какие смартфоны вообще поддерживаются. В первой публичной бете поддерживается довольно много устройств, в том числе и смартфоны OnePlus, Asus ZTE, Xiaomi и так далее. Полный список вы сейчас видите на экране. Для владельцев смартфонов Pixel достаточно перейти на страницу бета-теста по ссылке в описании, выбрать свое устройство, принять соглашение и все. Через какое-то время на телефон просто придет обычное обновление по воздуху. Ставите его, и у вас Android 12. Учтите, что при таком обновлении данные не стираются, но все-таки бэкап лучше сделать. Владельцам смартфонов Asus придется прошивать смартфоны вручную. Скачиваете образ прошивки, переключаете смартфон в режим Fastboot, распаковываете образ прошивки, запускаете скрипт, при подключенном к компьютеру телефоне, конечно же, и ждете. Примерно то же самое и с другими смартфонами, кроме OnePlus. Тут достаточно закинуть прошивку в память телефона и из меню обновления установить этот образ. Инструкции для каждого конкретного телефона есть по ссылке в описании. Но помните, что все, что вы делаете, вы делаете только на свой страх и риск. Я бы, конечно, рекомендовал дождаться финальной версии Android 12, которая появится осенью, очевидно, с релизом новых Google Pixel. Но если руки у вас чешутся прямо сейчас, то идите по ссылке в описании и ставьте себе новую версию Android. Главное, не забудьте сделать бэкап. Ну что, как вам Android 12? Понравилось или это совсем не то, чего вы ждали? В любом случае, понравилось или нет, поставьте ваш лайк этому видео за наши труды. Ну а это The Rock'a. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok